Всех приветствую на канале Helping Animals. Огромный сенбернар с большой опухолью обреченно бродил по улицам. Утром 12 марта в Кременчугский приют поступило несколько звонков от жителей города. Все они рассказывали об истощенном большом сенбернаре, который обреченно бродит по улицам. Сотрудники приюта отправились на поиски бедолаги, но собака куда-то исчезла. Отыскать ее удалось только во второй половине дня с помощью неравнодушных людей. Слабо истощенная, совсем больная собака, обессиленно лежала на земле. Мы с болью увидели страшную опухоль под ее хвостом и почувствовали болезненный, гнилостный запах. Она сразу пошла на контакт, спокойно дала надеть ошейник и когда с трудом поднялась на лапы, доверчиво прижалась к нам, рассказывают зоозащитники. После визита к ветеринару выяснилось, что собаку нужно срочно спасать. Врачи предполагают, что рост опухоли могло спровоцировать механическое повреждение. Вероятно, бедолагу кто-то избил. Собаку назвали Ромашкой. Ночь она провела в приюте, а на следующее утро ее повезли в клинику на операцию. Вмешательство прошло успешно, но Ромашка очень долго не могла очнуться после наркоза. К счастью, уже ближе к вечеру девочка смогла подняться на лапы и попила воды. 14 марта Ромашку отпустили в приют, но она по-прежнему нуждалась в капельницах и уколах. Первый день после операции прошел очень спокойно. Собака практически все время спала, просыпаясь только чтобы попить. 15 марта зоозащитники поделились хорошими новостями. Ромашка выжила и чувствует себя хорошо. С утра Ромашка выполнила всю необходимую собачью программу. С аппетитом поела и познакомилась с другими собаками, поделились сотрудники приюта. А под конец девочка даже скромно улыбнулась. Лечение продолжается, но жизни Ромашки больше ничего не угрожает. Вскоре собака должна полностью выздороветь, и для нее начнут искать дом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова